Всем привет, ребята, с вами Катя, это канал Джейджи Фэмили, и судя по картинке, думаю вы догадались, что мы продолжаем проходить «Ходящие мертвецы. Новый рубеж». Это уже третий сезон и второй эпизод под названием «Неразрывные узы. Часть вторая». Преодолевая напасть за напастью, Хавер ведет группу беженцев в безопасное место в городке неподалеку. Как вы помните, у нас закончилась серия первого эпизода тем, что нас напали, в нас кинули динамит, Хавер выбросил в ответ, превратился в тупую перестрелку, у нас умерла Мария. И, в общем, закончилась тем, что динамит у нас взорвался, то есть Хавер оглушила, и после этого мы уже не знаем, что там происходило. Тут, скорее всего, наверное, уже нету, да, так как типа там в предыдущей серии. Я не помню, во втором сезоне был. Давай тарелки помою, хоть что-нибудь сделаю. Раз я к вам вписался, вписываю навсегда мой тарелки. Вы друг другу, родные. К тому же, если их помыть неправильно, Дэвид начнет орать, как огромный младенец. В этом деле я профи. Нет, 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 я настаиваю. Только тронь кубку, и тебе придется ее съесть. Тут не так много, я справлюсь. Я знаю, что ты не возражаешь, но я здесь надолго не задержусь. Надо просто, знаешь, типа как встать на ноги чуток. Ты прав, я не возражаю. Но возражает Дэвид, так? Чуть-чуть, может быть. Вообще забудь, что я это сказала. Давай он как-нибудь это переживет. Он вечно достает меня за то, что меня нет рядом. Вы друг другу, родные. Это значит, что дверь всегда открыта. Ну, так что, как думаешь, куда поедешь? Не знаю, после всего мне вряд ли дождаться до с места младшего помощника физрука в детском саду. Ты еще молод. Надеюсь. Начать все с нуля, было бы неплохо. Поезжу, наверное, погляжу, что где да как. Меня с собой возьмешь? Ладно тебе, Кейт, ты сама знаешь, что это плохая идея. Конечно, просто так, дурачься. Трудно отказаться от того, чтобы начать жизнь с нуля. Мне всегда хотелось побывать в Норвегии, посмотреть на северное сияние. Ты будешь путешествовать, а я останусь сидеть тут. Ох, ты же, блин. Черт, 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 это был армейский стакан Дэвида. Он разорвется, как я не знаю кто. Я уже его слышу. Ох, мерзость какая. Свали все на меня. Он купится, я же криво руки урод, так. Это верно. Вот именно. Вот так, гораздо лучше. Что за шум? Ты давай, мать, тут... Ладно, удержим. Ты там давай, глазки-то не строить. Так-то у тебя есть муж. Эй. Дэвид это заметил. Мне его подарил командира, и нового уже не подарят, если только ты не хочешь выкопать его глябанный труп. Ну тогда почему бы нам не купить? А, ну вот опять. Тогда бы ты не стал ко мне цепляться каждый раз за пятнышко на вилке. Это всего лишь стакан. Он для меня много значил, Хави. Стакан? Тебе, гада, год не было видно. Год! После чего, когда вся твоя жизнь покатилась в жопу под откос, мы должны все бросить и раскатать красную ковровую дорожку для принца Хави. А теперь ты меня начинаешь учить, как мне говорит с моей женой? Дело не в нем. Серьезно? Это он стоит там и судит меня за то, в чем ни черта не соображает. Кейт хочет свалить у тебя, она мне так сказала, что... Ёб твою мать! Нет, я не отходила сказать... Черт, возьми, нет, мы разговариваем про путешествия, и я... В общем, нет, я точно такого не говорю. Вообще. Три дня, после чего ты выметаешься за ответ. Все ясно? Хорошо. Я думала, что Хави, это мой муж, мы состоим в браке. Если ты забыл, это на всю жизнь. Я думала, что он просто там что-то сказал, нет, брату, а он взял и... Все, раз... Блядь, Кейт просто выдался всеми потрохами, ну, кошмар. Просто ужасе. Так, ну, мы живы. Это уже хорошо. Где Клем? Как Клем-то? Ой-ой-ой, фу, гадость. Клем жива. Эй-эй, спокойно. Что случилось? Они ушли. Боже, Марианна. Жалко девочку. Главное, что она в зомбака не придет. Я уже выкопала для нее могилу. Спасибо, Клем. Спасибо тебе. Ну, Клем, она понимает, потому что она... Уже много родных для себя людей похоронила. И она понимает, что это надо сделать. Что это очень важно для него. Для Кейт, для Гейба. Офигеть, она, конечно, выкопала. Блин, тут двое поместится. Мы тебя никогда не забудем. Гейба, ты была хорошей сестрой. А мне будто дочерью. Да, ему очень тяжело. Хави. Спасибо, что остался. И я думал, что ты, наверное, спас мне жизнь. Я не мог бросить тебя одну. Ты хороший человек. Не достаточно хорошая, чтобы спасти ее. Но ты дал своим время оторваться. Это тоже что-то. Но так-то она правильно говорит. Так, ой, давайте оставим кассетный магнитофон ей. Это же ее. Она много лет носила эту штуку с собой. Думаю, мы правда должны оставить эту вещь с ней. Конечно, тяжело. Ох, кошмар. Мне... Прости, что я так и не нашел для тебя эти конфеты. Ты заслуживала жить еще так долго. Это ты должна была меня похоронить. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Очень не скоро. Ты сделала все, что только... Что это за стоны? Там ходячие, что ли? Ты что, зачем еще? Это кто такой? Какой-то знак у него интересный. Точнее, у другого тоже такая была? О, черт. Что? Что случилось? Клем? Похоже, она знает их. Я с ними уже встречалась. Кто они? Пожалуйста. Они называются... Новый рубеж. Когда-то были нормальными, а потом... Изменились. Это клеймо у них. Вроде иници... Инициации. Новый рубеж. Я вроде как заставила у них в лагере на время. Не по своей воле. Там было плохо. Ты их там доставала? Чему именно? У меня... У тебя порой бывает такой нрав? Я оттуда выбралась. Это все, что имеет значение. Они бросили одну из своих машин. Это уже кое-что. То, что ты всегда хотела. А где Эй-Джей? Я могу отвезти тебя в Прескотт, убедиться, что у твоих все хорошо. Но потом я снова в путь. Лучше останься с нами. Давай просто вернемся в Прескотт. А где малыш-то? Где она его оставила? Я надеюсь, что он жив. Я очень на это надеюсь. Значит, новый рубеж это какая-то типа банда. Какая-то община. У нас постоянно какая-то община. Что в втором сезоне Карвера, блин? Карвер с общиной. Что здесь? Какой-то новый рубеж. Ты вернулся. Как там Кейт? Она... Операция только что кончилась. Или она рассталась с ней? Ты бы шел... Да, ты бы тоже шел в лазарет. Ты снова здесь? Заш, она про тебя спрашивала. Пожалуйста, скажи мне, в каком она состоянии. Но операцию принесла неплохо, насколько можно было ожидать. Одна хорошо. Попади эти ублюдки чуть ниже, и пуля заодно разорвала бы стенку желудка. Твой мальчик Гейб. Сфейд, я бы такой. Так хотел помочь, что практически Силу меня вынудил позволить ему остаться. Да, Гейб, он такой. Но у нее сильно шла кровь, и он... Не выдержал. Ну, так что, когда она встанет на ноги? Пока что состояние стабильное, но у нее продолжается внутреннее кровотечение. Я не хочу тебя обманывать. Я не хочу тебя обманывать, возможно, это всего лишь вопрос времени. Спасибо за попытку. И за то, что не стала подслащивать пилюлю. Хотела бы искать тебе что-нибудь лучше, но... Прости, Хави. Пойду приведу себя в порядок. А тебе имеет смысл поискать Гейба? Уходил он с очень расстроенным видом. А до этого ему легче не искать. И все же... Ладно, поищу. Кстати, да, надо бы нам... Габи найти... Ой, Гейба найти. О, бутылка воды. Давайте возьмем. Ну, быстрее, Хави. Потому что, мне кажется, она нам пригодится, водичка. Так, где у нас Гейб-то? Так, ладно. Значит, нам дальше. Может быть, он и в баре? Все может быть. Пока я не знаю, где его искать. Правда? Так, сюда у нас не пускают. Ну-ка, давайте у Трипа спросим. Как у нее дела? Нехорошо. Да, в общем, не так плохо, как могли бы быть. Надо было тебе возвращаться с нами. Твоему родной тебя не хватало. Клементине нужна была моя помощь. Она сама себе может позаботиться. Твои родные, вот кому нужна была помощь. Хреновая ситуация. Просто знай, я молюсь за тебя. За вас, за всех. И что бы там ни было, приглашаю вас всех поселиться в Прескотте. Не могу принимать такое решение, не посоветовавшись в Скейт. Покладываюсь не, когда я станет лучше, ладно? Само собой, пусть дама скажет свое слово. Он ничего дельного не сказал. Это просто самолет. Сталенький. Вот на таком самолете, как ты летал в Арканзас на игру. В прошлой жизни. Так, исследовать. Выглядит не слишком крепко. Но все же. Так, Конрад. Эй, ты не видел, что этот мальчик не проходил? Все руки в крови и рожа вся такая мрачная. Прошагал вон туда, ни слова не сказал. На твоем месте я бы его пока не трогал. Я бы рад, но, боюсь, не получится. Ладно, только не похоже, чтобы он был в настроении для разговора. Кровь-то, я так понимаю, не его. Но, да, его мачехи. Ради нее ты должен быть сильным, во что бы то ни стало. Если бы моя Франсина была в таком положении, я бы за нее дрался, как делал. Если мы чем можем помочь, ты только скажи. Да, спасибо за твои слова. Твой парень пошагал к передним воротам. Так, значит, пойдемте. Ты что творишь-то? Гейб? Так, Гейб, посмотри на меня. Я хочу вернуться и похоронить Марианну. Мы ее похоронили. Все было спокойно. Как это могло быть спокойно? Ты не мог ничего сделать. А Кейт, я был ей нужен во время операции. Была нужна моя помощь. Сбежал, как маленький. Ты пробыл там достаточно, чтобы принести пользу. Из-за этого я тобой горжусь. Ты был там, рядом с ней, столько, сколько мог. Это не считается. Мне надоело это чувство. Чувство бессилия. Я не могу больше быть беспомощным мальчиком. Я должен стать мужчиной. Таким, каким был папа. Ты уже мужчина, Гейб? Нет, но, по крайней мере, теперь я это знаю. В следующий раз я не останусь в стороне. Буду что-нибудь делать. Я должен. Слушай, Гейб... Ооо! Кто-то едет. Черт. Давай внутрь, живо! Похоже, к нам приехали, дружки. Скорее всего, наверное, вот этот новый рубеж. Может быть, нам надо уходить. Посмотри, чтобы Кейт была готова. Можно меня рассчитывать. Не хочется проблем, конечно, создавать Прескоту. Ты разве ее не выгнал нахер? О, она, походу, в жопе. Ток-ток, есть, кто дома? Че, тут один из тех со свалки. Это те психи, что ставят себе клейма. Я бы и сам хотел бы, чтобы до этого не дошло, но, к сожалению... А вот Барсу говорит, что это вы напали на его людей. Они первые начали стрелять. Они мою племянницу убили. И женщину стреляли, как ни в чем не бывало. Сколько моих друзей из-за тебя погибло, а? Он сказал то, она сказала, это все херня. Чертный, че вы хотите, извиней? Чего я правда хочу, это чтобы мои погибшие товарищи были живы. Но это вряд ли случится, не так ли? Он должен пойти с нами, предстоять перед судом, получить наказание. Че, блядь, дебилы? Давай просто все обсудим. Это не так просто. Факт и в том, что вы нас обокрали и убили наших людей. Че? А теперь кончай, спускайся. Я думаю, им не хватает стимула. Франсина! Тронешь, я убью! Ух ты, а ты не говорила, что у тебя есть заложник. Все будет хорошо, милая. Я люблю тебя, я в порядке, милая. Просто дай им, что они хотят, хорошо? Сделаешь больно ей, и я сделаю больно тебе, да так, что ты даже себя не представляешь. Громко говоришь, но это все только разговоры. Эй, нет! Вы чего? А теперь тащи сюда свою задницу, а то я и остальные отрежу. Какого черта ты делаешь? Хави, пожалуйста, просто иди с ним. Так надо. Чувак, он же все ее изрежет. Никому им не поддаваться. Не надо начинать стрелять. Ну похер, ладно, пойдем, пизду. Все нормально, я выхожу, я весь ваш. Из-за нас Франсин не должна страдать. Спасибо. Не знаю, старик. И я нет. По-другому никак. Я надеюсь, что они Франсин сейчас не убьют. Как это обычно, блядь, бывает. Что они обещают отдать, а в итоге просто, когда получают свое, и уберут, и убивают заложника. Вот молодец. Давай заберем в грузовике и валим отсюда к чертям. Я не хочу так долго ждать. Мы же договорились. Ты хотел, чтобы я спустился. Вот я. А, да к черту. Какого? Франсина, беги! Блядь. Ах, ты ж... Франсина! Зачем? Нам не нужно идти вперед. Идите нахер, двигайте, мать вашу, вперед. Разрешите чертовы ворота. Господи. Пиздец. И ходоков сюда еще. Блядь. Просто пиздос какой-то. Хави, вставай. А! Фу! Уйди от меня, противный! Че, слезоточил и газ! Я должен найти Кейта Гейба. Ты можешь нам помочь? Иди, парень! Я задержу этих уродов! Где, правда, Кейт и Гейб? Ах, ты, блядь. Нож, беда, забрать надо. Хави! Гейб! Осторожно! Блядь. Надо было подсечку делать. Как это делает Клементина? Надо убегать. Да, паски, сукин ты, сын. Давай, уже так. Тут ей будет достаточно места. Давайте, садитесь, быстро. Хави! Ай, блядь. Идите на восток, мы догоним! Боже, столько... Столько людей погибло. Просто полный пиздец. А Клем-то... Ой, хотя бы Клем не забыли. Это просто кошмар. Был город! Прекрасный город! В итоге... Всё. От города ничего не осталось, только одно название. О-о-о-о! Ну и ублюдки, а! Какие же они ублюдки! Блин, я не знаю. Сейчас мы удёрнули Кейт. У неё и так внутреннее кровотечение. Мне кажется, сейчас ещё хуже ей будет. Они что у нас на хвосте? Просто другая машина. Похоже, что всё хорошо. Мне кажется, она долго не протянет. Ну, как обычно, у нас остались живы, в принципе, ключевые... герои. Не могу поверить. Все наши друзья, все эти люди. Ох, Конрад. Она заслужила лучшего. Они все заслужили лучшего. Ты-то её едва знала. Тебе что за дело? Тебе что за дело? Начи с того, что это из-за тебя они вообще приехали в Фрескот. Из-за тебя она погибла. Конрад, спокойней, друг. Тут нет его вины. Чушь собачья. Фрескот, в связи с тем, что этот прилизанный хвырь вошёл в наши ворота. Мы... Мы тоже кое-кого потеряли. Говори, что хочешь сказать. Что? Думаешь, мне от этого станет легче? Конрад, успокойся, пожалуйста. Ну, всё, что я знаю... Это что, если бы не он? Гейб, отвали-ка, живо! Гейб, тихо! Пацан, успокойся. Габриэль, убери! Быстро убери, блять! Он причинит тебе вред, так что нет. Стреляй же уже, наконец-то. Мне уже наплевать. Гейб, не заставляй меня повторять! Больше не трогай моего дядю. Чёрт! Пусть идёт, ему просто надо остыть. Мне так жалко Конрада. Его можно понять, что... Надо вернуться, надо её похоронить. Я бы и рад, но Прескота ведь захвачена. Не можем мы вернуться. Да и здесь тоже небезопасно. Может быть, в Ричмонд. Говорят, там живут люди. Если это и правда, у них есть еда, защита. Может быть, даже больница. Они отняли у меня мой дом. Они отняли мою, чёрт возьми. Нам всё нужно одно место. Место, которое можно назвать своим домом. Может быть, Ричмонд такое место. Ричмонд, значит? По крайней мере, это хоть что-то. Ага. Да пошло оно. Двинулись. Давайте. Вот это ты молодец, старик. Эй, Гейб. О, эй. Ты в порядке? Может, у них что-нибудь завяжется. Знаешь, это было круто то, что ты сделал. Надеюсь, это может обоим пойти на пользу. Им бывает нужно пообщаться с кем-то из сверстников. Поехали, ребята. Она ждёт ещё долгий путь. Клейм молодец. Она очень умная девочка. Она поняла, что лучше ей подойти и поговорить с ним. Подбодарить его. Тем более, они, мне кажется, одинакового возраста. Клейм, получается, 13 лет. А в четвёртой сезоне будет уже 17. Я сону вся горю. И помираю, как пить хочется. Мы водичку взяли же. Да, мы же взяли воду. Я же говорю, что она ещё пригодится. На, пей. Что она хочет пить? Это нехорошо. Какой у неё лоб? Горячий. Горячий. Чёрт, похоже, это сепсис. Чем скорее мы будем в Вичмонде, тем лучше. Ох, блин. Я не могу тебя потерять. Только не сейчас. И я не хочу оставлять тебя. Но... Хави, мы оба знаем, что будет. Кейт. Знаем. И пусть это звучит довольно дико, но... Может быть, это мой шанс на... Господи, не знаю. На достойный уход. Ты не можешь просто взять и выйти из игры. Ты только подумай обо всём, что было. Мариана погибла. Я не смогла это предотвратить. А Гейб... Я слышу, что было, когда мы остановились. Разве это не очевидно? Послушай, он может становиться таким, как Дэвид. Или таким, как ты. Просто ему нужно, чтобы его кто-то вёл. Надеюсь. Для меня важно только то, чтобы он стал таким, каким ему надо. И от тебя зависит, чтобы это произошло. Нет, мэм. Этим вашим... Ах, я помираю, меня не проймёшь. Всё будет зависеть от нас с тобой. Проймёшь, не проймёшь, а я правда помираю. Эй, осторожней. Извини. Тебе бы лучше отдохнуть, Кейт. Да и всем, ну. С удовольствием. Родители любят делать вид, будто дети их не слышат. Не знаю. Клементина очень рано потеряла родителей, так что она точно всего этого не знает. Снова в пути. Я же сказала, что Кейт она не протянет долго. У меня до сих пор мучает вопрос, где маленький мальчик? Где Эй Джей? Где он? Где Элвин младший? Что с ним? Отлично, ну что теперь? У меня плохие новости. Дай-ка я угадаю. Мы забудились. Но не совсем. Тогда что? Скажи так, тоннель завален старыми машинами. Слишком много, на правом не пройти. Ты идёшь их как-нибудь распихать. Эй, я с тобой. А я останусь с Кейтой, буду сторожить. Если что случится, али. Офигеть, как удачно всё складывается. А как по мне, так ни хрена неудачно. Надо передвинуть ту машину вон туда. И что-то... Давайте за работу расчистим путь. Ну да, погнали там. Сразу тогда толкаем. Неа. Колеса нет. Нет колеса. Опа, гараж какой-то. Открой. О, это очень прекрасно. А, господи! Аж я испугалась, блин. Не ожидала. Господи, фух. Фух. Вот это я ж, блин, сама подпрыгнула здесь. Вырули вот так вообще. У нас есть машина с лебёдкой. Эту штуку надо как-то запитать. Ну, давайте. Теперь кабель можно вытянуть. Сейчас мы ещё... Подключение. Подключение. Ну, сначала надо прицепить, а потом запитать. Ну, надеюсь, выдержит. Ну, всё равно надо подать электричество. Подать электричество. Где бы его взять-то? Ой, я вообще куда-то далеко ушла. Ага. Ну-ка. Что-то в машине можно найти. Только что. А, ну, как обычно, это никто не взял. И мы это нашли. Как всегда. Как всегда. Сейчас мы клеммы долбанём, и всё будет зашибись. Подними крышку. Это называется капот. А, не крышка. Смотрите, там не на что. Но нам смотреть не надо. Нам надо запитаться от этого аккумулятора. Надо подкурить. Так не выходит. Опаньки. Вот и всё. Вроде всё. Всё в порядке. Как только разберёмся за вам, будь готова двигаться. Мы сразу за тобой. О-о-о. Ну, конечно же, там миллион ходячих. Займись ходячими. Ой-ёй. Погнали. Ой-ёй-ёй. Ох, ни хрена себе тут комбинашки пошли. Элеонор, пора. Вперёд, вперёд. Гони. Отвези её в Ричмонд. Мы прямо за тобой. Они провалились. Скорее. Ой. Да что ж ты? Да ладно, патроны закончились. Спасибо. Чёрт, фургон. Фляжки. О-о-о. 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 Епа их подошло. Крыша, вперёд. Офигеть, их целая толпа, блин. Давай, давай. Двигай, 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 двигай. Опа. Гейб, лезь сюда, давай. Ах ты, сука. А-а-а, ну Настя, тебя ещё оглушили. Давай, давай, давай. Осторожно сзади. Давай. А-а-а, хватайся. Ну-ну-ну-ну-ну. Ух, успели. Вот это напряжёнка. Вот это их целая стада вышла. Офигеть. Проклятие. Я знал, что здесь что-то не так. Что же нам теперь делать? Плани. Кто бы думал о этом? Подождём. Подождём, пока они не уйдут. Это может продолжаться несколько дней. К тому времени мы все умрём. Отлично. Просто здорово. Что же нам теперь делать? Успокойся. Успокойся. Я не собираюсь успокаиваться. Или она совсем... Сейчас совсем одна. Если бы не ты, мы бы не оказались в этой заднице. Иди в задницу, Конрад. Стой, стой. Там кто-то есть. Что? Где? Чёрт, я тоже его вижу. Ложись. Слушайте, это что, ловушка? Эй, кто бы ты ни был, нам не нужны проблемы. Какого чёрта? Он исчез. Всё остается здесь. Выкрыть. Я попытаюсь что-нибудь выяснить. Осторожно. Блин. Я, похоже, знаю, кто там. В общем, сейчас всё, что происходит, это... В общем, и Хави, и Клементина по комиксу. Ну, они сейчас, короче, недалеко от Александрии. Именно... Типа, по комиксу когда-то. То есть, мы сейчас в этой области, где Александрия. И, то есть, мы можем встретиться с героями комиксов. То есть... Вот, прям, жопой чувствую, что это Иисус. Это, мать твою, Иисус. И, возможно, что и Зикиля мы тоже встретим. Я узнала по шапочке, по оси длинным волосам. Это Иисус. Может быть, конечно, я гоню, но это он. Вот, мне кажется, что это он. Я хочу, чтобы ты повернулся. Медленно. Ты слышал? Это не он. Он надел просто этот свой плащ. Какого? Это не игрушка. Брось оружие, чтобы не порадиться. Это Иисус, блин! Слушайте, я не собираюсь стрелять, только если вы меня не заставите. Я просто хочу поговорить. Я хочу кое-что сказать. Слушай, мне не нужны проблемы. Просто ответ на мои вопросы и даю слово. С тобой ничего не случится. Ты, те двое, дети, женщины в машине. И я видел, как вы разделились. Я подсушил вашу небольшую дискуссию. Твои друзья ведь не собираются меня застылить? Они хорошие люди. Они многое потеряли. Конечно, как и все мы. Недавно. О, свежие раны. Понятно. Вы направляетесь в Личмэн, поэтому я делаю вывод, что вы как-то связаны с тем, что там происходит. Вопрос в том, на чьей стороне. Слушай, я не знаю, что ты... Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Вы чё там? Алло, не драться, пацаны. Не двигаться. Вот так вот. Клем пришла на помощь. Только не стреляйте. Ну, он один из этих. Каких еще этих? Какие еще эти? Ты знаешь, что я имею ввиду? Новый рубеж. Что? Нет, я не с ними. Вы все не так поняли. Зачем? Как мы можем доверять твоим словам? Думал, что он не с теми парнями. Говорю же вам, я хочу попасть в Ричмэн, как и вы. Я потерял связь с приятелями, когда район захватил новый рубеж. Что ты сказал? Новый рубеж, они захватили Ричмонд. О-оу. Только не говорите, что вы не знали. Черт. О боже, Элеонор и Кейт, они направляются прямо к этим уродам. Всем успокоиться. Успокоиться? Успокоиться? Да как к черту мы можем успокоиться? Они же убьют их. Нет, если мы первыми доберемся до них. Неподалеку есть таржейнодорожный туннель, который проходит под далекой Джеймс. Насколько мне известно, это самый короткий путь до Ричмонда. Железнодорожный туннель. Я могу провести вас туда. Хави сказал, что вы хорошие люди. Может быть, вы опустите оружие? Хрена, хрен с двой, я его отпущу. Мы свяжем тебя и проверим твою историю. Это совсем лишнее. Опустите оружие. Хави, чувак, ты мне доверяешь или нет? Что-то Клементина... Спасибо. Сюда. Что-то Клементина то ли плохо стало, то ли что. Эй, как тебя зовут? Простите, забыл представиться. Ну, Пол. Ну, друзья, зовут меня Иисус. Я рассказала, это Иисус. Офигенный чувак. Комица, конечно, не читала, но по фильму он офигенный чувак. Предлагаю флэшбэк расставить уже для следующей серии. Блин, конечно, хреново, сериальная Дичмэн, блин, захвачит. Получается, просто Элеонора и Кейт сами едут на погибель. Ну, кто знал, мы же не знали, что эти ублюдки уже успели все захватить. Ну, если честно, меня очень сильно порадовала встреча с Иисусом. Это очень круто. Ну, это, получается, второй раз уже именно вот из комиксов встречаются люди в игре. То есть, самый первый это был Гленн. То есть, в первом эпизоде, там, в первом сезоне был Гленн. Сейчас Иисус. На самом деле, вот это переплетение истории из комиксов и выдуманной их истории, это очень круто. На самом деле. Ладно, ребятки, давайте тогда на это будем заканчивать. Очень такая была насыщенная серия. В принципе, вообще, с самого начала, прям, такие серии везде экшон. Прям, прям, вообще, практически не дают расслабиться. Не дают что-то переварить. Как вот, ты вроде только одну ситуацию обдумываешь, пытаешься как-то переварить ее. Тут, бац, на тебя еще три сверху падают. И ты просто сидишь в шоке. И пытаешься как-то все это обдумать, понять и вообще подумать, что делать дальше. Вообще, ребятки, не забывайте, как обычно, там, ставить лайки, комментарии, писать, конечно же. И подписываться на канал, кто у нас не подписан. Нажимать колокольчик, вступать в нашу группу, все ссылки в описании. На этом все, увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok